друзья всем привет сегодня такое видео буду рассказывать вам про технологию hydroponics тестовый вариант такой собрал тестовый стенд возможно кому-то будет интересно повторить я не профессионал в этом деле только учусь вот поэтому начнем как говорится сначала я расскажу как собрать такой стендик для hydroponics для выращивания различных растений там салатов помидоры там люди выращивают конкретно я тут выращивать буду экстра ход перцы вот видите уже росточки есть в общем с чего состоит данное устройство и вообще технология технология заключается в том чтобы растения выращивались в питательной растворе без земли питательный раствор и благодаря нему они питались и как бы росли вот существуют разные вариации конструкции hydroponics систем промышленных до любительских это такая самая простенькая она состоит из ящичка вот я по ходу буду вставлять то есть какие-то отрезочки видео которые снимал когда делал ящик например на ящик у меня чуть треснул поэтому я его фольгой такой обклеил я вот наши горшочки вот наша крышка с бокса вот с этого и где подразметил ее сейчас помощью такой штуки будем делать отверстие здесь что потом можно клеем тут чуть-чуть наплавить так да и все ну просто по-другому вырезать как-то эти отверстия без вот это вот этого набора это ужас я сам меня не было этого набора пришлось за товарища ну в общем проделываем таким образом все отверстия что у нас все отверстие то есть что здесь мы делаем что он делал коробочек у нас стоечка такая тут из дсп все сделано это стоечка для лампы фитолампы ДСП, который я на мусорке нашел Кусок на мусорке нашел Кусок не товарищ ждал Собрал из того, что было Ящик обычный для хранения Купил в магазине Горшки Горшки обычные Горшки у нас Отверстия проделывал Наверное, буду сейчас видел, как я это делал Друзья, смотрите По поводу горшков Это самый обычный горшок Какой-то для цветков Есть специальные горшки для гидропоники Но я не знаю, я не заказывал Специальные, ничего Нам надо тут сейчас проделать Просто в них отверстия То есть берете Паяльник и погнали Сейчас я покажу С руки снимаю Берете паяльник и на свежем воздухе Правда, или в хорошо проветриваемом Помещении нужно выйти И вот так вот Делаете много-много отверстий Вот, внизу тут в принципе достаточно Можно тут еще там Вот, а по бокам надо сделать много Сейчас проделаю, покажу, как получится Друзья, смотрите По поводу горшочков Делайте реально где-то на улице Или там проветриваемом помещении В доме не вариант Потому что воняет нормально так Короче, блин Как хотите В хаотичном порядке В узорчатом каком-то В шахматном Без разницы Главное, чтобы эти отверстия были Вот, это собственно Эта часть готова Есть специализированные горшки Ну, я купил самые обычные И проделал отверстия просто в них Вот Значит, что еще Из такого интересного О чем стоит сказать Значит, раствор А, аэрирование воды происходит Посредством Компрессора обычного Вот Значит, касаемо Основных вещей Давайте начнем с Раствора Питательный раствор При создании питательного раствора Можно пойти тремя путями Дешевый, средний и дорогой И точно так же Взаимопропорционально Они легкий Средней тяжести И Самый тяжелый Значит, что касается Самого дешевого Способа И самого тяжелого Это Создание раствора Из воды И солей Да, то есть Это химические соли Какие-то Которые добавляются В какой-то пропорции Создается раствор Второй способ Средний Это Когда мы можем Купить Обычное Минеральное удобрение Водорастворимое Засыпать его Проконтролировать его Параметры Засыпать воду Размешать Проконтролировать параметры И получить питательный Раствор Это Скорее всего Как я буду делать В дальнейшем Если у меня удастся Этот эксперимент Третий Вариант Это Купить Готовый Набор Для Гидропоники Он не дешево Стоит Но в принципе Там есть инструкция Как им пользоваться То есть Для теста Я выбрал Этот вариант По характеристикам Раствора Значит Нам нужно контролировать Два параметра Первый параметр Это Минерализация воды ТДС метр Есть такое устройство Есть Также параметры Которые Которые Должны Соответствовать Я буду вам Подсниму У меня сейчас Сейчас скажу 800 ppm 800 ppm Ну это Многовато Вообще На самом деле Для Конкретно Данного Данного Случая Но Я потом Скорректирую Если что Второй параметр Это PH Это Кислотно-щелочной Баланс Воды Вот такой Прибор Китайский Его нужно Калибровать Я возможно Даже видео Ставлю Как калибровать То есть Этот параметр Должен Составлять От 5.5 До 6 PH У меня На данный Момент 6.1 Сейчас еще раз 6.1 Ну Смотрите Есть специальные Растворы Которые Называются PH-корректорами Это PH- То есть Я могу С помощью него Снижать PH Содержание PH Вот Это то Что касаемо Контроля То что касаемо Контроля Нашего питательного Раствора Про аэляцию Я уже сказал В общем-то Вот Такое Вот такая История Вообще Если Удастся Эт эксперимент Будет Более Габаритная Более Масштабная Установка Гидрофонная Как я уже сказал Это Эксперимент Отработка Технологии Вот В общем Я наверное Еще Сейчас Месяцок У меня Постоит Я вам Потом Засниму Что тут Произойдет Дальше Со всеми Растениями Если что-то С ними Произойдет Друзья Всем привет Так Сейчас Это У нас Примерно Месяц Спустя Прошел Месяц Вот Мои Перчики Подросли Здесь Гидропоники Я буду Сейчас Менять Раствор Раствор Меню Каждые Две Недели Сейчас Буду Разводить Уже Слил Смотрите Друзья Что Хочу Сказать Пару Слов Значит По поводу Вот этого Устройства Которое PH Метр Говно Полное Не советую Никому Покупать Выкинутые Деньги Я Купил Вот такой PH Тест В пробирочку Набираю воды Капаю капельку PH Теста И по шкале Смотрю Уровень PH Может быть Менее точно Но Вообще Никаких проблем Нет Значит Перчики У нас Смотрите Уже Видите Корни Пускают Тут Вовсю Видите Вот Корень Вот Корень То есть Им В принципе Тут Вполне Себе Они Нормально Себя Чувствуют Естественно Естественно Они Тут Не Будут Расти До Больших Размеров Нужно Будет Делать Другую Установку Как Я Уже Ранее Говорил Это Всего Лишь Тестовая Установка У меня Для Того Чтобы Попробовать Технологию Вот Дальше Буду Под Перцы Делать Установку Есть Разные Разновидности Датчбакет Вот Ну В общем Датчбакет Буду Делать Если Кому Интересно Будет Видео Про Это Тоже Вот Но Пока Вам Для Отчетика Вот За Месяц Как Они Подросли Собственно Кому Интересно Ждите Следующего Видео Ну Собственно Говорим Вот И все Что Хотел Сказать Еще Нюанс Можно Тут Конечно Масса Масса Идей Масса Можно Автоматизировать Это все В принципе И Включение Света Включение Компрессора Добавление Там Пиашей Например С помощью Ардуина Датчиков Это Тоже Интересная Тема Если Удастся Возможно Когда-то Я Автоматизирую Это все В общем Друзья Такая История Кому Было Полезно Интересное Видео Подписывайтесь Ставьте Лайки Будем Вместе Развиваться Изучать Новые Технологии Готовить Вкусную Еду Ну И Заниматься Интересными Вещами Поэтому Всем Пока Удачи До Скорых Встреч Продолжение следует